Здравствуйте, мои дорогие! Ну, довольно часто я просто постоянно слышу, как программисты, особенно новичковые, да и опытные, тоже обсуждают, какой должен быть прекрасный волшебный код будущего, в который они когда-нибудь напишут, что весь код должен писаться правильно, а если мы вспомним про каких-нибудь столпов нашей индустрии, типа Кенте Бека, который на вопрос о том, какой код должен быть протестирован, отвечал тот, который должен работать, в смысле, весь абсолютно должен быть протестирован и так далее, все это хорошо и замечательно. Но! Я вот постараюсь за это видео вас убедить, что, во-первых, то, что вы видите вокруг себя сплошной говнокод, это нормально, и, второе, вам чаще всего придется писать именно говнокод. Не очень убедил? Ну, давайте попробуем. Меня все еще зовут Сергей Неченский, и мы поехали. Итак, первый тезис, который я хочу вам донести, это то, что вы должны уметь писать плохо. Для того, чтобы доказать этот тезис, ну, я должен сделать некоторое отступление. Ну, как минимум объяснить, почему все, собственно говоря, хотят писать хороший код. Везде, собственно говоря, полно плохого кода, и вы всегда такие проходите собеседование в компанию, и вас спрашивают про хороший код, вас спрашивают про паттерны, вас спрашивают про тестирование. А потом вы приходите и смотрите, что на самом деле написали те ребята, которые вас так жестко собеседовали, и такие, ой, и на самом деле они в этом всем не виноваты. И вообще в этом никто не виноват. Это объективная картина реальности. Давайте поговорим о том, как так получается. Для того, чтобы это объяснить, я вынужден рассказать вам немножко про бизнес. Сорян, ребята, но все в этом мире по большому счету крутится вокруг денег. Да, может быть, для вас это новость, если вам 15 лет, но я, в общем, сообщаю. Серьезно, все вокруг и в этом мире крутится вокруг денег, и поэтому все, практически, что происходит вокруг нас, можно объяснить каким-то образом с точки зрения того, что вот так бизнесу выгоднее. Поэтому вот так получилось. Итак, как живут системы с точки зрения бизнеса? Предположим, маленькая компания, большая компания, одиночка стартапер, или крупная компания родила идею, неважно, в какой-то момент рождается мысль о том, что нам нужна вот такая программа. Это может быть и внутренняя разработка, может быть, разработка на рынок. Ну, в принципе, внутренними разработками, как правило, все плюс-минус понятно, но тоже есть очень похожие черты. Но по рыночным проектам, тех, которые собираются продавать, или для которых будут работать как сервис, в принципе, тут все гораздо более наглядно. Итак, компания придумала, мы делаем соцсеть для котов. For example, я не знаю, вы поняли, любую херню, которая вам приходит в голову. Как должен поступить бизнес с этой точки зрения? Вот мы хотим сделать такую штуковину. Бизнес работает следующим образом. Нам нужен Proof of Concept. Ну, то есть, самый-самый вот MVP, такую систему, которую вот можно хотя бы кому-то показать, чтобы поднять первый раунд инвестиций, или начать продавать хоть что-то, что-то где-то. Ну, в принципе, скорее всего, это об одном и том же. Если мы можем начать это уже продавать, нам будет легче поднять первый раунд инвестиций. Или даже если это крупная компания, то мы в любом случае должны доказать своим инвесторам, владельцам компании, о том, что то, что мы начали вот эту штуку разрабатывать, вложили в нее довольно ощутимый кусок денег, это какой-то смысл имеет. То есть, этой системой будет пользоваться. Поэтому нам нужно сделать максимально быстро и максимально дешево маленькое приложение. Чтобы вам еще более проще понятно было, предположим, вы разработчик из маленького городка, да, или даже из большого, неважно. К вам приходит ваш друган и говорит, слушай, у меня тут, я не знаю, маленькая хозяйственная палатка на рынке. Я вот считаю, что мне нужен сайт для этой палатки. Потому что вот если будет сайт, у меня увеличатся доходы. Ты посчитал себе в голове, прикинул, сколько денег это будет стоить, и рассказываешь ему, сколько стоит. А он такой, сорян, чувак, у меня столько денег нет. А можно как-то подешевле? И у тебя есть два варианта, собственно говоря, как поступить в этот случай. Точно так же и у всех остальных разработчиков, которые сталкиваются с такой ситуацией. Либо сказать, нет, мы рыцари чистого образа, только полное покрытие юнит-тестами, только предусмотренность всех исключительных ситуаций, полное правильное логирование, документирование и наведение полного порядка в коде, иначе мы не ищем работы. Либо сказать, пожалуй, мы можем сэкономить на всем перечисленном и сделать тебе небольшой кусочек говна. Но он, скорее всего, будет работать и выполнять ту самую задачу, которая тебе нужна. Потому что, если мы не будем писать тесты, если мы не будем документировать, если мы не будем еще много чего делать, а сделаем только так, чтобы работало за хардкоржено хоть как-то, то мы, в общем-то, наверное, уложимся в твой бюджет. То же самое касается и крупных компаний, которые тоже не уверены, ну, вот этой программой вообще пользоваться-то будут или нет. Поэтому надо сделать это максимально просто. Ну, а фактически, а какие у вас варианты, как у разработчика? Ну, или если вы руководитель разработческой компании. Сказать, я, кажется, чистого образа так не делаем, но тогда, прости, твой бизнес на этом, в общем-то, скорее всего, и закончится, потому что никто с тобой работать не будет. Либо, ну, сказать, что это обязательно, то есть обмануть своего заказчика, не очень красиво, взять ему деньги за эту разработку дополнительную, которая ему как бы не нужна, и он готов от нее отказаться. Либо, собственно говоря, ну, просто сказать, мы это потом сделаем, предупредить об этом бизнес. Ровно сделать так, как я вам всегда и советую. Предупредить бизнес о последствиях решения. И поверьте мне, в большинстве случаев, не то, что в большинстве, а во всех случаях, бизнес скажет, это будут последствия потом. Но, если эта система не выстрелит, то никаких последствий не будет. Мы тогда потеряем сейчас меньше денег. А если система выстрелит, мы заработаем денег, поднимем раут инвестиций, у нас будут дополнительные доходы, но у нас будут деньги на то, чтобы все это исправить. И бизнес скажет, конечно, замечательно. Я вам больше скажу, бизнес всегда говорит, давайте лучше сделаем так. Ну, может быть, за исключением каких-то там реально, знаете, я не знаю, управляющих систем ядерных реакторов или там космических программ. Там, конечно, так стартовать, наверное, не получится. Во всех остальных случаях, когда мы просто проверяем гипотезу, что вот эта штуковина нужна бизнесу, нам нужно писать говно. Без вариантов. Дальше. Система хоть каким-то образом стартует. Это полностью срало-мазало, это захардкожено, без тестов, без ничего. И ваш, собственно говоря, владелец этой системы может, наконец, ее показать потенциальным покупателям, потенциальным инвесторам, еще кому-то. Если ничего не получается, конец алгоритма, вы начинаете работу над новой системой. И вы не потратили кучу лишнего времени. Если что-то получается, инвесторы, покупатели говорят, вау, какая классная штука, вы думаете, вот тут-то мы и начинаем исправлять код? Хрен там. Нет. Вот в этот момент они говорят, так, прекрасная штука, а теперь нам нужно вот эту фичу, вот эту, вот эту, вот эту и вот эту. И после этого мы готовы покупать. И вот тут начинается настоящая гонка. И поверьте мне, если вот сейчас начать исправлять систему, то все, проект закроется, скорее всего. Потому что инвесторы вот эту потенциальную программу ждать не будут. Кто-то из других ваших конкурентов выйдет с такой же системой раньше. Или просто, ну, бизнес поменяется, и система будет неактуальная, или whatever. В результате это начинается самая большая гонка по времени. Добавить первый набор функционалов для системы. Если не удалось его добавить, или бизнес, ну, покупатели сказали, да ну, говно какое-то, вы опять все это выкинули. Это был говнокод, поэтому вы потратили не очень много денег. Ну, в общем, вы поняли. Если оно таки взлетает, то вы будете смеяться, что делает в этот момент бизнес. Бизнес говорит, класс, нам нужны еще вот эта фича, вот эта, вот эта, вот эта. И начинается второй этап гонки. Так продолжается ровно до тех пор, пока система или начнет, ну, удовлетворять там потребностям трем четвертей своей целевой аудитории, либо вы в результате того, что вот делали полное говнище, придете к состоянию, когда новую фичу добавлять просто физически уже нельзя. Ну, система просто разваливается. В этот момент бизнес как раз и говорит, «О, система хорошо продается, у нее есть покупатели, она нужна, все плачут по поводу стабильности». Замечательно. Вот сейчас мы начинаем с этим работать. И смотрите, в чем прикол. Прикол состоит в следующем. Если вы приходите на успешный проект, там всегда будут говнокод. Потому что если там был хороший код, то, скорее всего, система не взлетела. Соответственно, вам некуда приходить. С моего опыта, да и, я думаю, с опыта любого опытного разработчика, когда вы приходите наконец наводить порядок в системе, которой уже 3-5 лет, выясняется, что там просто трэш у Гаррис и Дамье. Да, так это и работает. Надеюсь, я вам только что объяснил это с точки зрения бизнеса, вполне себе понятно. Никаких вариантов тут других нет. Или вы пытаетесь сделать систему с самого начала хорошо, и тогда она, скорее всего, не взлетит. Или вы делаете ее сначала хреново, а потом, когда там уже накопилось черти сколько технических долгов, наконец, начинаете этим заниматься. Тут есть еще один момент, который я хотел обратить внимание. Смотрите, какая история. Те разработчики, которые участвуют в разработке на ранних этапах, они обязаны уметь говнокод. Потому что если вы этого не умеете, то фактически вы не можете просто на этих этапах участвовать. Понимаете? И не надо себя осуждать. Вы делаете ровно то, что надо. Нужно сделать максимально быстро, но так, чтобы она, в принципе, не совсем разваливалась. Понятно. Второй аспект. Те разработчики, которые приходят исправлять и наводить порядок, как правило, более высокого уровня, потому что для того, чтобы во всем этом говнище разобраться, как правило, нужен более высокий уровень программистов, чем тот, который натворил кошмар сначала. Чем выше вы растете по сеньорности, тем с большей вероятностью вы бываете попадать в систему на уровне, эээ, тут полная жопа. Я вам больше скажу, на высоком уровне сеньорности вы просто в другие системы вообще попадать не будете. Сорян. Так получилось. Там единственный вариант на этом уровне сеньорности, это пойти в пресейл-команду и работать с проектами, которые только-только начинаются. Но тогда вы, скорее всего, даже проект не начнете писать. Вы, скорее всего, будете его только стимировать и передавать другой команде, которая вот это говнище будет творить на первых этапах. Ну, вы поняли. Итак, я надеюсь, я вас убедил, почему важно уметь писать плохой код и почему это неизбежность. Почему это, собственно говоря, тот самый навык, который обязательно нужен. А сейчас сделаю небольшой перерывчик на рекламу. Пожалуйста, не перематывайте, она нужна. И я расскажу, что означает писать плохой код и чем можно пренебречь, а чем не надо. Окей? Хотите создавать веб-сайты, расширения для браузера, онлайн-игры, ну, им долгое другое, что позволяет делать JS, но не знаете, что и как учить, чтобы получить только качественные и актуальные знания для рынка? Мы, FoxMinded, разработали программу для будущих джаваскриптизеров. JS-разработчики сами себя так называют, это не я придумал. От азов до проектной работы. На курсе JS-старт вы приобретете базовые знания по языку джаваскрипт, будете смотреть видео-лекции, ну, и делать практические задания. Следующая ступенька – менторинг, фронт-энд. Формат такой, получаете задачу, ищите решение. Отсылаете ментору, разработчику с минимум двумя годами коммерческого опыта, и он дает вам фидбэк. Проходя задачу за задачей, вы освоите основы верстки, сам язык джаваскрипт, а также один из двух самых популярных фреймворков – Angular или React, знания которого обязательно для того, чтобы работать в оффроат-энд. И последний этап – обучение на проекте. Вы изучите рабочие инструменты, принципы постановки и контроля задач, узнаете, как правильно коммуницировать с коллегами и стиммировать, готовиться к статус-митингам и код-ревью. И сможете записать этот опыт в свое резюме, как коммерческий. Все обучение онлайн. Регистрируйтесь на курсы прямо сейчас. И до встречи, FoxMinders. Плохой код начинается с хардкода. И надо понимать, что это не самая страшная история, но надо понимать, как правильно делать хардкод. То есть, во-первых, для тех, кто не знает, что такое хардкод. Хардкод – это занесение в кода информации об окружении. Например, в каком каталоге что-то лежит, сколько там, какие-то первоначальные настройки, размер пула коннектов, там еще что-то, какие-то магические цифры. Главное правило использования такой штуковины – всегда использовать их через константы. Это потратит у вас не очень много времени. То есть, вам нужно, например, этот каталог, вынесите его в константу. Вам нужно поставить размер пула коннектов, не пишите просто 10. Сделайте константу 10. Почему это важно? Потому что с моего опыта, потом, когда люди будут наводить порядок в этом коде, будет очень сложно и тяжело найти, что означает этот десятка, и надо будет очень долго ковыряться. Вас это займет, ну, две секунды, собственно говоря, вынести этот хардкод в константу. Реально, ну, серьезно, любая ADD-шка умеет делать этот рефакторинг в два клика. Я надеюсь, что любая. Любая джавовская точно. А вот ваше вот это все, ну, надеюсь, тоже умеет. Так вот, вынесите это в константу. Не надо это выносить в конфигурационные файлы, не надо ничего там дополнительного делать, просто в константы вынесите. Это сильно облегчит ситуацию и при этом не замедлит вашу работу фактически. Второй аспект. Никаких юнит-тестов вообще, абсолютно, даже не думайте об этом. Потому что юнит-тесты нужны только на тот момент, когда вы уже начинаете наводить во всем этом порядок. Нет, никаких юнит-тестов. Полное отсутствие. Абсолютно они не нужны. Максимум, что вам может понадобиться, это, например, интеграционный тест полный. Да, то есть, например, поднять систему и проверить, что она вообще-таки работает. Но с моего опыта гораздо проще и легче это делать руками. Если у вас по какой-то причине оказался в команде тестировщик, для стартапа это вообще наркомания, но если вдруг, то ладно, пусть он руками это проверяет. Но я таких ситуаций не видел. Окей. Так что поняли. И подготавливать под юнит-тесты тоже ничего не надо. Да. Использование через интерфейсы, прочие вещи, которые я вам всегда рассказываю про хороший код, вот это, ну, пожалуй, лишнее. Большого смысла в этом нет. Но, если это не требует от вас никакого дополнительного времени, например, использование класса через его интерфейс, интерфейс уже есть, и мы просто используем его через интерфейс, да, используем его через интерфейс. Если интерфейс нужно отдельно продумывать, выбирать, какие методы в этом интерфейсе будут, какие нет, нахрен, используем напрямую. Потом кто-то с рефакторит и наведет в этом порядок. Очень важный аспект это логирование. Забили на логирование. Сорян, ребята, вот просто забили на логирование. Максимум, что вы можете сделать с логированием, это где-то там просто в System Out накидать. потому что, когда вы будете подключать к себе логировщики, настраивать уровень логирования и прочее, натрахайтесь с этим качественно. Это отдельный здоровый кусок работы. Сорян, не будет никакого логирования. То же самое касается и безопасности. Мне стыдно об этом говорить, но да, с безопасностью мы настраиваем в последнюю очередь. Просто защищаем все приложение снаружи, просто от доступа. Скорее всего, это будет означать, что вашу систему сломать в два кольца дня. И это нормально, потому что это будет очень забавно, если вы сделаете хорошую защиту системы, которая никому не окажется нужна. Может, лучше наоборот сделать плохую защиту от системы, которая нужна. Тогда, в общем-то, будут деньги для того, чтобы сделать нормальную security, а не такую, как вы потратите сейчас килограмм времени. Поэтому просто забили на все это, логины и пароля более чем достаточно для того, чтобы начать работать с вашей системой. Хватит. Потом будете делать двухфакторный авторизация, авторизации через соцсети и прочее. Аус-зиро или еще что у вас там будет. Или там синглсайноны. Потом. Все это потом. Сделаем сейчас просто банальным способом. Единственное, на чем забивать сильно не надо, это все же потратите пару часов на то, чтобы продумать, скажем так, овервью системы, из каких больших блоков она будет состоять. Как вы ее порежете на лейеры и как вы ее порежете на слайсы. Потому что это достаточно важный аспект. Если вы уж полностью все вот так вот замотаете, то у вас, во-первых, очень быстро наступит момент, когда систему поддерживать нельзя. Ну, то есть, вы поняли. Закладывайте уже очень сильную бомбу замедленного действия. А во-вторых, серьезно, эту систему потом будет очень сложно поддерживать. Прямо настолько сложно, что может быть будет проще даже его переписать с нуля. поэтому все-таки разбиение на лейера и на слайсы это довольно важный аспект. Если вы думаете о том, что ну я не могу уж вообще полное говнище писать, я должен о чем-то хоть позаботиться, то это одно, о чем вы должны позаботиться, это найминг. Я об этом постоянно говорю, это очень важный аспект. 80 на 20, да, правило Парета. Вот это те самые 20% работы, которые дают 80% результатов. Пишите говнокод, но продумывайте название. Потратьте время на то, чтобы назвать методы, классы, переменные осмысленные и то, что они делают. Потому что самый лучший код с плохими названиями это говно нечитаемое абсолютно. Самый говновый код, который назван осмысленной, это по крайней мере хреновина, в которой теоретически как минимум можно разобраться. Ну и она лучше во много-много раз. Поэтому, если вы хотите хоть на что-то обратить внимание, я советую на это обратить внимание, это как раз самое нейминг. Я вам всегда рассказывал в том видео про то, как правильно работать как программист. Да, так вот, немножко забили на тот аспект, как разбираться в окружении. Если это стартап, вы только начинаете строить, строить как угодно. Да, вам незачем тут тратить время на то, чтобы разобраться в окружении, посмотреть, как идеально встроить в окружающий код. Copy-paste значит copy-paste. Клинили одинаковый метод, потому что не нашли с предыдущих, хрен с ним, потом на рефакторинге поправим и так далее. Потому что ваша задача сейчас сэкономить время, сделать работающий прототип как можно быстрее и хрен с ним сколько там дублирования кода. Дальше. Забить на код стайл. Ну, кроме нейминга, все остальное, господи, ну, вот серьезно. Ну, там, скобочки немножко съехали, немножко там пробелы лишние, может быть использованы как-то не очень правильно с точки зрения всей вашей прекрасной до этого жизни скомпонованы классы, хрен с ним. Вот вообще хрен с ним, потому что это потребует очень много времени на то, чтобы разобраться как следует. Единственное, из код стайла, что я говорил, ну, соблюдайте основной код стайл вашего языка, да, то есть, если это Java, методы с маленькой, если C Sharp, методы с большой, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть, ну, этому надо следовать, потому что иначе просто никто не сможет ваш код читать, у него глаза будут выпадать. Вот. В основном на правильность наименований, ну, я сказал, все-таки постарайтесь что-то сделать, но если вы видите, что тратится слишком много времени на то, чтобы вот прям сильно разобраться, но ладно. Ладно, ладно. Можно тогда на это дело подзабить. Поэтому тут у вас наверняка возникнет огромное количество названий типа Helper, от глагольных существительных и так далее. Ну, ладно, хрен с ними, пусть будет, это не тот момент, когда надо делать прямо все, как должно быть. Ну, я думаю, достаточно понятно описал. Ну, и, собственно говоря, выводы из всей этой истории. Существует фактически два типа программистов и два типа систем. Это программисты для стартапов с говнокодом, чтобы быстренько-быстренько побежали-побежали, схватили и побежали дальше, которым совершенно противопоказано написание юнитестов, работа с качественным кодом и так далее. Их главная задача настроиться на то, чтобы выпустить все это как можно быстрее. Word-проекты, которые получают полученные от первых программистов говнокод, уже успешные проекты, в котором все, собственно говоря, надо наконец-то наводить порядок. И обычно это более опытные, более зрелые программисты, которые как раз и будут наводить во всем этом добре порядок. Куда вам? Смотрите сами. Я, честно говоря, немножко поработал в первом направлении и сказал, да ну нахер, я не люблю это, потому что, как правило, это жуткие проблемы с work-life-балансом, потому что надо же на завтра на выставку все сделать, а у нас полсистемы не готова, но в ночь, пятница, на понедельник мы все и сделаем. Не очень такое люблю, но я знаю кучу народу, которые любят, да, ну я больше предпочитаю саппорт проекты, где потом, вот это вот, получив 10 итераций, черт знает какого кода, мы начинаем, засучав рукава, наводить там порядок. Берем тряпку, берем мыло и отмываем все это, доводим до состояния, когда этому, ну уже не стыдно называть кодом. Да, надеюсь, объяснил ситуацию, поэтому вы перестанете так себя корить за то, что вы, находясь на стартапе, пишите черт знает что. Надеюсь, у вас все будет хорошо и вы будете работать на том проекте, который вам подходит и в котором у вас будет весело. Кстати, напишите в комментариях, кому какое направление больше нравится. Пробовали, не пробовали и собираетесь ли пробовать? Интересно. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, жду ваших комментариев. Пока. Как сказал Брайан Керниган, единственный способ изучать новый язык программирования писать на нем программы. Согласен на все 100%. Мастерство приходит только с практикой.